Ну что, всем привет, я Николай, я рад приветствовать вас у себя на канале, канал про парфюмерию не только, всем моим гречой пламенной. Если что, подписываемся на канал, у меня бывает весело, интересно и немножечко познавательно, но это не точно. Ну что, по заставочке вы догадались, что сегодня я буду вещать про аромат под названием Кюрцелест от бренда Экс Нихила. Экс Нихила, как хочу, так и говорю. Хотите говорить Экс Найла, говорите. Хотите говорить Экс Нила, тоже говорите, я вам это прощаю. Надеюсь, вы точно простите мне также неправильное произношение. Ну что, кто за мной давно следит, тот знает, что этот аромат я всячески рекомендую своему зрителю, я всячески его хвалю и не просто так. Эта композиция входит в топ-5 моих личных парфюмерных я. И если вы еще с этой композицией не знакомы, если вы так скептически относитесь к бренду Экс Нихила, думайте, что это парфюмы для легкомысленных барышней. Для барышень, у которых куча-куча бабла, и они просто хотят что-то дорогое, приятное, мейтстримовое, модное. Это флюораркотик, светморфин и так далее. Но, познакомьтесь, почему? Потому что эту работу сделал Quentin Bish. Да, не выключайте видео. Я знаю, что есть огромнейшая фан-база Quentin Bish, к которой я себя причисляю. Также есть и ненавистники его работы. Говорят, что эти работы, они не для живых людей, они сделаны как арт-объект. Я вас тоже понимаю, да, я с вами согласен, что большая часть того, что выпускает Quentin Bish, это что-то минерально-холодное, синтетическое, из пробирки. И подставить ко всему вот этому то, что на выходе получается живого человека, теплого, душу человека, невозможно. Но, тем не менее, дядька молодец. Он уже сделал себе имя на своих вот этих молекулярных, акиголовудных историях. И он войдет в историю точно так же, как Кюрк Джан со своей Бакарат Руш 540. Ну, понятно, да, мы все ждем от Quentin Bish уход в какую-то другую стезю. Но вот он пока на волне. Он пока на волне вот этой вот минерально-холодно-древесной какой-то истории. И, собственно, почему нет, когда да? Кто мы такие, чтобы ему в этом запрещать? Но я все-таки жду, что он сделает что-то шедевральное хотя бы в следующем году. Он может, он обязательно постарается. Кюрк Целест. Кюрк Целест – это хорошо. Кюрк Целест – это то, с чем вы должны познакомиться обязательно. Я буду повторять это сегодня много-много раз. Потому что для меня это, наверное, самый универсальный аромат в категории недорогой ниши. Да, вы можете мне сейчас сказать о том, что 20 с чем-то тысяч рублей – это безумно дорого. Я с вами согласен. Но за 20 с чем-то тысяч рублей, когда нишелюбский нос идет нюхать какие-нибудь очередные копии, аналоги и так далее, для меня это не окей. А вот здесь как раз-таки окей. Почему именно Кюрк Целест? Почему это все так странно? Причем здесь какое-то имя у нас написанное дополнительное на самом флакончике. Вот именно вот этот аромат, этим ароматом бренд хотел проложить новую линейку. По-моему, как-то называется Visionnaire, что-то такое. Я всегда вот пишу, но там на французском или на английском, неважно. В общем, концепт какой был? Бренд X-Nila приглашает к себе всяких популярных фотографов, писателей, поэтов и так далее, и создает в коллаборации с ними какой-то аромат, который они бы поработали отчасти как эволюаторы. Вот здесь как раз-таки какой-то популярный мужик-фотограф вместе с брендом X-Nila создали аромат, посвященный кожаной куртке, посвященной чему-то такому небесному. Ну, вот авиаторская куртка. Я буду составлять картинки, про что я говорю. В принципе, получилось, потому что действительно аромат легкий, аромат воздушный, он действительно кожаный, но кожаный благородный. Ну, короче, давайте я, собственно, на себя эту всю богодельну нанесу. Плюсы бренда X-Nila. Во-первых, это коробка очень странная, кто еще не видел. Здесь у нас вот такая вот мягкая штучка. Все вылезает. Тут какой-то вот мягкий поролончик. Там даже есть, кстати, флакон на русском языке, то бишь бренд хочет продаваться у нас, за что им большое спасибо. Композиция 2018 года. Если что, мне нравится смотреть, мне нравится трогать этот флакон, потому что он сделан с точки зрения тактильно-фетишистских каких-то моментов. Просто, ну, просто мое почтение. Просто какая-то крыжечка, да, как кольцо. Крыжечка. Крыжечка. Ну, я из деревни еще колхозный. Что вы от меня хотите? Погнали. Спрей. Просто мое почтение. Душ самый настоящий. Забегая вперед, давайте сразу по ТХ пробежимся. Кто-то говорит, что композиция не стойкая. Я скажу так. Композиция стойкая. На мне, на моей горячей коже, которая выжигает абсолютно все. Я слышу ее с себя 5-6 часов, но с одежды слышу ее до несколько суток. Это безумно красиво, это безумно хорошо. Поэтому, если вы попробуете этот аромат одним пшиком, не надо один пшик. Сделайте прям хорошо. Зайдите в магазин, нанесите на одну руку, нанесите на другую, на куртку, под пальто, там, не знаю, под плащ, под блузочку, все попшикайте. И просто ходите, наслаждайтесь. Это безумнейшая красота. Здесь сейчас у нас появится пирамида, монтажник Николай все прикрепит. Здесь, вот если вы не любите Квентина Биша, он откроется для вас с новой стороны, под каким-то новым углом. Да, здесь будет Акигалавуд. Да, вот эта пресловутая молекула, которая имитирует что-то древесное, но на самом деле она никакого отношения к дереву не имеет. Немножечко тоже вот такой вот обучательной части Акигалавуд делают, по-моему, из пачули. Но я могу ошибаться. Это хорошо, потому что со старта эта штучка мне пахнет. Мы привыкли в парфюмерии сейчас обонять ноту розового перца. Она красивая, да, она воздушная, она дает легкости парфюмерии, она дает эфемерности. Она вот как будто вот как щелчок происходит, да, и заряжает нас на правильный лад. Но здесь же Квинтин Биш положил, на мой взгляд, да не на мой взгляд, я знаю, что он туда положил, он положил черный перец. Черный перец, он душистый, у него больше граней, и вот он дает всю тематику, весь лейтмотив этой композиции. После вот этого перца ощущаю ирис, хотя ирис здесь не заявлен. И здесь нас заявляют о том, что Квинтин Биш использовал большое количество каких-то компонентов, которые у нас отвечают за фиалку. Ну, для кого фиалка, для кого ирис? Для меня вот именно слегка морковный, слегка такой вот потерли морковку и обоняете, как она пахнет. Я буду говорить, что здесь ирис. Для меня вот эта композиция, хоть она ирис себя не содержит, но она про ирис. И плюс очень интересная, очень такая терпкая зеленая структура от Гальбанума. Гальбанум тоже используется, знаете, такой горький, который уходит в горечь, который уходит в горение. Здесь нет, здесь вот просто толика, чего-то слегка зеленого, придающие глубину звучания. Композиция очень погружает себя, ее хочется обонять, ее хочется читать и смотреть, что там будет еще и еще. Большой плюс еще этой работы и почему для меня Квинтин Биш открылся с новой стороны. Здесь он использует большое количество амбретто. Амбретто это компонент, который у нас имитирует что-то мускусное. Действительно пахнет слегка животным, слегка чем-то теплым, чем-то таким телесным, которое открывается нотами терпков зеленого чая, прям листочек, и уходящие в османтус и что-то кожаное. Не зря композиция посвящена куртке авиаторской. Здесь это будет. Амбретто дает тепло. Амбретто звучит очень-очень долго, и стартик, как я вам говорил, да, о том, что мне мерещится что-то ирисовое. Возможно, это амбретто дает вот эти вот грани, которые походят на что-то мускусное ирисовое. Да, я опять-таки не парфюмер, я не критик, я просто человек, который нюхает и говорит вам, чем это пахнет. Это все живет долго. Это все раскрывается очень медленно. Это все дает ощущение чего-то возвышенного. Действительно, ощущение чего-то, ну, прям такого элегантного. Да, это тоже не в моей концепции и не в концепции тех ароматов, которые стоят на моей полке. Я люблю, чтобы было громко, я люблю, чтобы было стойко, у всех щипало, резало глаза. Но на грани, да, как говорится. А здесь она элегантная. Она, ну, просто красота. Просто красота красот. И плюс здесь еще очень приятная база. Я так понимаю, что у нас будет и в сердце амбрета, у нас будет и в базе амбрета, который замешан на мускусе, замешан на акиголовуде. Да, помним о том, что акиголовуд это не деревяшки, это что-то почулистое. Вот здесь тоже будет почулие плюс мускус и тоже что-то теплое, что-то приятное. Вот действительно, как будто вы одели какой-то бушлат, я не знаю, пальто теплое, ту же самую авиаторскую куртку. Это пахнет вот так. Я еще, по-моему, где-то в телеграм-канале говорил, чем мне лично это пахнет. Мне это пахнет действительно кожаной курткой, новой, которую вы только расчехлили, одели на себя, вышли, допустим, весной, идете куда-нибудь по своим делам. Но в течение дня, понятно, воротничок у нас соприкасается с покровами кожи на шее, проступает вот какое-то вот сало, будем говорить это так. И это все смешивается с запахом кожи и вот пахнет вот так, телесно, кожано и пахнет теплотой. Когда эту композицию лучше всего носить? Зимой я вам не рекомендую. Зимой можете с ней просто познакомиться, да, сложить какое-то впечатление, ваше или не ваше. Возможно, вы нанесете на себя и скажете, фу, какие-то рассольные опять сандаловые ноты. Это будет только первое впечатление. С этой работой, поверьте, я тоже подходил к ней много-много раз, говорил, что это очередная какая-то копия на сандалы для Бо-33, да, и все вот это вот, но это совершенно другое. Да, здесь у нас еще в пирамиде в базе, по-моему, заявляется на гармота, ну, не нужно объяснять, чем она пахнет. Будут такие отголоски, но это про другое, это действительно про фиалку плюс ирис и плюс кожу со смантусом, с перцем в старте. Безумнейшая красота. Если вы знакомы, допустим, со старым добрым мужицким люксом, здесь можно вычленить кусок от Фаренгейта, да, почули, вы понимаете, про что я говорю. Здесь это тоже будет, не будет стопроцентное попадание в старый Фаренгейт, просто вот кусочек Кантин Биш взял оттуда, и поэтому композиция отличнейше сядет на мужчин, а тем более на мужиков, которые не любят стойкие громкие ароматы, которым нужно пахнуть безумно приятно, чтобы это не вызывало отторжение окружающих. Допустим, если какой-нибудь банковский работник, а менеджер, если мужчина контактит с большим количеством людей в течение дня, будет безумная красота. Шлейф есть. Шлейф есть на протяжении всего дня, но он безумно тонкий. Вот он такой же вот молекулярно-древесный какой-то вот, ну, неземной, как делает Кантин Биш, поэтому хорошо. В общем, вот, можно ли барышням, можно ли дамам, можно смело, потому что барышня откроет для себя теплоту, амбреты. На женской коже это будет безумно интересно, безумно красиво согреваться, безумно красиво выдавать какие-то телесные вот эти вот женские, женственные ароматы, но это просто красота, красот. Вот. Вот. Дорого? Дорого. Хотел бы я подешевле? Хотел. Но, к сожалению, я не в совете директоров бренда X-Neila, а познакомиться я вас настоятельно рекомендую. Зимой носить эту композицию не стоит. Для нее самый опсимальный вариант это будет действительно весна. действительно под кожаные какие-то изделия, под легкие тренчи, польта, пальта, вот, какие-то легкие куртки, да, потому что мороз с композицией скукожится, здесь амбрета не будет играть, ей все равно нужно согреваться. Вот когда амбрета согреется, что-то мускусное слегка такое, даже тропическое, да, жаркое, манкое, вот, и будет хорошо. Все. Я остался полностью доволен. Ставлю себе на полочку, где у меня стоят дорогие ароматы моего парфюмерного, я буду с удовольствием кайфовать. Конечно, я буду подпшикиваться этой работой и зимой, просто она мне нравится, но для нее все-таки нужна весна. Если знакомы с этой композицией, обязательно черканите пару строк и еще такая вот заманушка, возможно, если горюете и скучаете за ароматом под названием Grand Poudre от бренда Yves Saint Laurent из их приватной ботиковой линейки, познакомьтесь вот с этим. Потому что вы найдете параллели, ставлю сюда, про что я говорю, они похожи, но вот именно Кюрцелест сделано больше в сторону мужчин, мне кажется. Здесь блок от османтуса из кожи выражен более явственно. Все, я остался доволен, если что, черкаем в комментариях, не гневитесь за то, что зимой будет на вас не стойко, стойко, но композиции нужно тепло. Ваши рецепторы просто могут забиться, потому что не забывайте о том, что здесь перец, это Квентин Биш, да, вот эта вот эфемерная молекулярная вечерушка. Все, большое спасибо за уделенное время, любите себя, берегите себя, пользуйтесь классной парфюмерией и пробуйте. Кюрцелест 2018 года стоят во всех зая. Если понравится, идете на рандеву, покупаете пробник, миниатюрку, носите, кайфуете от этой работы, потому что это действительно ново, это действительно ничего не копирует, это Квентин Биш, да, модно, популярно, суперсовременно, но это не в той стилистике, в которой сейчас он работает. Все, до Круста Бизе и увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.